Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава Евангелия от Иоанна, я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Ну вот, приближается арест, казнь, воскресение Иисуса, и о чем же говорится прямо перед этим? И уже было воскресение Лазаря в предыдущей главе. И вот за шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию. Лазарь, которого Иисуса воскресил, был именно оттуда. Для него там устроили обед. Марфа прислуживала, и Лазарь был среди гостей, которые возлежали за столом. Марфа – сестра, соответственно, Лазаря, и он не просто выздоровел, но уже вернулся к малоценной жизни. И вот Мария, сестра, очевидно, Марфы, хотя здесь есть разные варианты. Кто-то считает, что это Мария Магдалина, но тут очевидно, что Мария – это сестра Лазаря. Мария взяла фунт драгоценного народового масла, это около трети килограмма. И это маслом, или миром, как его называют, делалось из благовонных растений далеких, восточных, которые, конечно, очень дорого стоили. Очень дорогого помазала им ноги Иисуса и вытерла их собственными волосами. И дом от этого масла напомнился благоуханием. «Один из его учеников, Иуда Искрёд, тот, кто его потом и придаст, говорит, можно же было продать это масло за 300 динариев и раздать деньги нищим. Он это сказал не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вором». Кстати, только Иоанн эту деталь сообщает. «Он носил с собой ящик для сбора денег и понемногу таскал оттуда. Сказал ему Иисус, оставь ее в покое, она должна была сберечь это масло на день моего погребения». То есть похорон, ну, ведь не сберегла, получается. «Нищие всегда будут рядом с вами, а я с вами не навсегда». То есть получается, что погребение уже фактически началось, да. Ну, и трата, конечно, выглядит безумной. А мыть ноги тому, кто сидит на обеде, в принципе, это нормальная была практика. И обычно это делали рабы. Ну, понятно, люди ходили в сандалиях, в основном открытая обувь. И ноги пачкались, и вот пришли люди, за столы легли, ноги свои разутые свесили. Ну, вот тут самое время эти ноги помыть, чтобы чисто все было, да. Но она это делает с какой-то вот показной огромной тратой. И с огромным самоумолением, да. То есть она вытирает волосами ему ноги, хотя обычно, конечно, это делали при помощи полотенца. Иисус отвечает, я с вами не навсегда. То есть вот есть какое-то, может быть, действие, не самое рациональное с точки зрения экономики, да. Вот на что потратить это масло. Нарушающее даже, может быть, какие-то обычаи и традиции, потому что, ну, почему она это делает, когда он за столом, это, в принципе, раб должен сделать до начала трапезы. Но это неважно. Вот это действие, оно выражает ее любовь к нему. И поэтому оно оправдано. Множество людей из числа иудеев узнали, что он там, и пришли посмотреть, причем не только на него, но и на Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Ну, еще бы такое зрелище, да, из мертвых человек воскрес. А первосвященники захотели убить у Лазаря, потому что многие из иудеев приходили туда ради него и начинали верить в Иисуса. Тоже понятное дело, да. Вот как люди становятся убийцами. Сначала, ой, на нас нападут римляне, помните, это в конце предыдущей главы было, если все поверят в Иисуса, то мы утратим контроль над ситуацией, народ восстанет, придут римляне, всех убьют, надо убить у Иисуса. Ой, а вот Лазарь, глядя на него, люди начинают думать хорошо об Иисусе, надо убить у Лазаря. Понятна цепочка, да? А потом надо будет убить тех, кто проповедует Иисуса, и так далее, и так далее, и так далее. Как только жизнь человеческая становится расходным материалом, этого материала нужно все больше и больше и больше. На следующий день огромная толпа, собравшаяся на праздник, услышала, что Иисус входит в Иерусалим. Люди выходили ему навстречу, взяв пальмовые ветви, и приветствовали его криками. Асанна, благословен, кто приходит во имя Господне, благословен Царь Израиля. Асанна, такой приветственный молитвенный возглас, спаси, обращенный к Богу. И они признают его мессией. Наконец-то, вот ровно то, что Иисус пытался им объяснить, наконец они это признают. Почему? Вероятно, потому что воскрес Лазарь. Потому что у каждого человека есть свои дорогие умершие. И мы бы много, наверное, очень отдали за то, чтобы нам их воскресили. И еще больше мы страшимся того, что кого-то из наших родных и близких ждет смерть в таком обозримом будущем. И вот, наверное, хотя мы точно этого не знаем. И, конечно, очень хорошо иметь царем того, кто может воскрешать. Когда он кормил людей небольшим количеством хлебов и рыб, когда он проповедовал, это все было, конечно, не настолько значимо, как окончательная победа над смертью. Вот вроде бы в истории с Лазарем она состоялась. Иисус нашел ослика и сел на него, как и написано, не бойся, дочь Сиона, вот твой царь к тебе приходит, сидя на молодом осли, рожденном от ослица. А почему на осли, особенно на молодом, ну, конь – это боевое животное, да? А ослик – это такое небольшое животное, на котором небогатые люди отправляются в путешествие или грузы возят. По-простецки. И ученики сперва этого не поняли, но когда Иисус прославился, они вспомнили, что так было о нем написано, и что все это с ним произошло. А те, кто был в толпе рядом с ним, когда он вызвал Лазаря из гробницы и воскресил его из мертвых, рассказывали об этом. Люди слышали, что он сотворил это знамение, потому толпа и вышла ему навстречу. То есть, смотрите, вероятно, до многих дошлились какие-то невнятные слухи, и они нуждались в этом пересказе. Но и слухи сработали. Вот, наконец-то, ему удалось убедить людей. Африсей говорит друг другу, видите, ничего не помогает, весь мир идет следом за ним. Ну, вероятно, для них это уже повод окончательно утрудиться в своем смертном приговоре, что если бы сама утихла история, рассосалась бы все как-нибудь, то это, конечно, было бы хорошо. А вот, когда оно не срабатывает, что же делать? Среди тех, кто пришел на праздник, чтобы поклониться Богу, были и эллины. Вероятно, это празелиты так называемые, то есть люди из язычников, которые так или иначе склонялись к вере в единого Бога и могли участвовать в храмовых или синагогальных богослужениях. И вот некоторые из них подошли к Филиппу из Вифсаида Галилейской с такой просьбой. А Филипп как будто секретарь Иисусова, тут он уже не первый раз в этой роли. С такой просьбой, господин, мы хотим увидеть Иисуса. И вот Филипп подходит к Андрею и передает ему просьбу. Интересно, что Филипп сам не решился этот вопрос как-то определять. А потом Андрею вместе с Филиппом говорят об этом Иисусу. А Иисус отвечает им так. Вот, казалось бы, смотрите, и иудеи его приняли, и эллины, или, точнее сказать, празелиты из числа грекоязычных иудеев его принимают. Самое время произнести какую-то такую тронную речь. Иисус отвечает им так. Пришел час, когда прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь, говорю вам. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, останется в одиночестве. А если умрет, принесет обильные плоды. Причем здесь это? Они же ждут чего-то совершенно другого, особенно эти язычники с их разной культурой. Кто ценит свою душу, тот ее губит. А кто и в этом мире не дорожит, тот сохранит ее для жизни вечной. Если кто мне служит, пусть пойдет за мной следом, где я, там будет и мой слуга. И кто мне служит, того почтит отец. А теперь, душа моя в смятении, что же мне сказать? Просить ли отца избавить меня от этого часа? Ну, ведь я и пришел для этого самого часа. Смотрите, он говорит им о смерти. Вот в момент наивысшего торжества он говорит о зерне, которая падает в землю, умирает и приносит плод. О том, что тот, кто бережет свою душу, ну, то есть, вот, дрожит за свою жизнь, тот ее на самом деле губит, да? И хотел бы он попросить отца избавить его от этой чаши. У синоптиков будет история о гефсиманском молении. Но в тот самый момент, когда наивысшее торжество, и больше уже никогда его на земле до его распятия не примут так массово и хорошо, он говорит о том, что нужно умирать. Но ведь я и пришел для этого часа. Отец, прославь свое имя. И раздался голос с неба. Уже прославил и еще прославлю. Причем это, видите, подтверждается свыше. То есть, Иоанн очень долго и подробно, начав с реплики Иоанна Крестителя, вот агнец, берущий на себя грехи мира, показывает, что смерть действительно была главным событием, да? И что вовсе не принятие толпой, вовсе не творение чудес, не что-либо еще важное и нужное из евангельской истории, но именно сама смерть, она исполняет ту миссию, ради которой Иисус приходит. Ну и, как всегда, никто ничего не понимает. А толпа, которая там стояла, голос с неба слышал, да? И там стояла, и это слышала, говорила, что прогремел гром. Но некоторые возражали, это ангел с ним говорил. То есть, лишь некоторые. И Иисус сказал в ответ, этот голос прозвучал не для меня, а для вас. Настал час суда над этим миром, и правитель этого мира будет изгон прочь. Ну, то есть, сатана. И когда я буду вознесен над землей, то всех привлеку к себе. А здесь, конечно, похоже на рассказ о медном змее, который был поднят Моисеем в пустыне, и мы встречали уже здесь в Евангелии этот образ. Но понятно, что речь идет еще и о вознесении на небо, и о том, что христиане так или иначе будут там же. Ну, наверное, в те времена это понималось как физическое в основном небо. Говоря это, он показывал, какой смертью ему предстоит умереть. Смертью, оказывается. То есть, всех привлеку к себе. Это не только после вознесения он оказывается на небе, и все оказываются там. Но это еще и он на кресте. И все оказываются где? На кресте или у его подножья. Но получается, что так. То есть, вот это в 12 главе, мы ее сейчас читаем, сочетание прославления, величия, признания и уже вот умирания на кресте, уже вот этой смерти, которая осознается как что-то очень близкое, вот оно поражает. Как будто это вообще местами неразрывно говорится сразу и о том, и о другом. Вот как будет прославлено. Толпа ему ответила. Нам известно из закона, что Христос пребывает вовеки. Что ж ты говоришь, будто Сыну Человеческому предстоит вознесение? И кто это Сын Человеческий? Да поняли уже, раз сами его называете Христом, Мессией. Ну, как-то надо всегда подтвердить, да? Иисус им ответил. Свет останется с вами еще ненадолго. Ходите при светик, пока он у вас есть, чтобы тьма вас не объяла. Ведь тот, кто бродит во тьму, не знает, куда идет. Пока есть у вас свет, верьте в свет, чтобы стать сынами света. Вот тоже, наверное, немного необычный текст. Ну, что в нем необычного? Он опять говорит, что свет с вами ненадолго, ходите при свете. Но необычно то, что он говорит, стать сынами света. Вот не просто творить, но быть теми, кто этот свет транслирует дальше, да? Тем, кто несет его в этот мир. Сказав это, Иисус скрылся от них прочь. Ну, здрасте. Ведь триумфальный вход. Сколько сотворил он знамений прямо перед ними, но они все не верили в него. Да как не верили? Они его принимают, да, с почетом. Ну, не все, может быть, понимают, что это с ним говорит отец. А тем не менее. Да, наверное, потому что для них это все в основном такая, знаете ли, яркая картинка. Для них это может быть повод думать, что сейчас начнется восстание против Фримен. И действительно, первосвященники прямо этого ожидают с нетерпением. Но не повод поверить в него, как именно в того, кем он себя называет. Так исполнились слова пророка Исаия. Господи, кто поверил тому, что от нас услышал? И кому открылась сила Господня? Такие печальные слова из 53 главы Исаии, где, кстати, много говорится о страдающем Мессии. А почему они не могли поверить? Снова объяснил Исаия. Глаза у них ослепли, и сердце у них окаменело. Так что глазами не могут увидеть, и сердцем понять не могут. А иначе бы они обратились, и я бы их исцелил. Тут же Исаия, 6 глава. И вот это трагическое непонимание, оно даже в момент входа в Иерусалим присутствует. Исаия сказал это, потому что видел славу Иисуса. О нем он это и сказал. Вот Иван подчеркивает, Авраам, Исаия, вот все праведники прошлого, они видят сейчас эту славу. Ну, и, может быть, они тогда, когда жили, наблюдали ее заранее пророчески. Но, во всяком случае, они здесь, и нынешние верующие соединяются с ними. И хотя исправители народа многие в него уверовали, но из опасения перед фарисеями в этом не признавались, чтобы их не отлучили от синагоги. Ну, то есть не изгнали полностью из общины, да, не от конкретной синагоги, но вообще. И вот снова и снова подчеркивается, что да, вот не верят, не принимают. «Людскую славу они предпочли славе Божьей». Иисус громко воскликнул. «Кто верит в меня, верит не в меня, а в того, кто меня послал. И кто видит меня, видит того, кто меня послал. Я – это свет, который пришел в этот мир, чтобы он не остался во тьме никто из поверивших в меня. Кто слышит мои слова и не исполняет их, того я не сужу. Я ведь пришел в этот мир не для того, чтобы мир судить, а чтобы его спасти». Снова вот у нас появляется то сужу, то не сужу, но сужу не в смысле «произвожу суд», а в смысле «мой приход», говорит Иисус, высвечивает то, что в этом мире происходит. «Но есть и судья для того, кто не принимает моих речей. Само слово, которое я произнес, будет его судить в последний день». Как может слово судить, оно уже не обладает сознанием. Ну вот слово, которое как свет проявляет все, оно действительно высвечивает, что человеком сделано, сказано, каков он, и в свете этого слова определяется его судьба. «Я ведь ничего не говорю сам от себя. Отец, который меня послал, он дал мне заповедь, что сказать и как говорить. И я знаю, что его заповедь – это жизнь вечная». Ну вот вновь эта тема вечной жизни и тема того, что он делает лишь то, что дано отцом, но на сей раз это вот связано с принятием его при входе в Иерусалим триумфальным, который одновременно все-таки означает непринятие внутренних его слов. Я знаю, что его заповедь – это жизнь вечная. Я говорю лишь так, как сказал мне отец. Вот что я говорю. Речей будет еще довольно много, но в 13 главе будет некоторый эпизод, связанный тоже с умолением, с унижением человека, человека Иисуса, который уже готовится к этому отшествию из этого мира. Это будет умовение ног ученикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok